Я считаю, что обсуждение полезно в любом случае, поэтому, когда мы так крутим кубик, то это полезно. Хотелось бы вначале послушать о прибывших. Зачем им нужна йога и что они от неё хотят получить. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я приехал сюда по работе на небольшое время. Откуда? Из Барнаула, Салтая. Я очень благодарен вам за вашу книгу, за то, что этот путь был найден мной. Вас уважает очень большое количество моих друзей, знакомых, товарищей. Тогда уж благодарите книгу. Да, я принёс её, хотел узнать, можно ли потом подписать будет. Здорово. Кто мешает? И я пять лет занимаюсь, ну, не понять чем в плане йоги. Это сейчас я понял. И вот полгода только с сентября ежедневные практики от часа дали то, что я искал эти пять лет. То есть ключ... Скажите, а как вы могли заниматься, ну, вот, скажем, такой вещью, как йоги, не имея достоверной информации, проверенной? Только на себе проверив, я понял, что регулярная практика от часа в день. Нет, ну, это когда нормально, а когда вы занимались непонятно чем? Вот почему? Какое, ну, вот... Ну, это общее мнение в интернете, там, в книгах, что йога помогает, сейчас же ведь волна такая, что это модно. Что ещё назовёшь йогой, да? Ну, да. И... Ну, понимаете, каждый раз это было через боль, через превозмогание. Ну, вот так йоги не относится никак. Верно. Просто. И вот это расслабление, которое я получил, у меня нет вопросов по методу, в книге всё написано, я книгу читаю, правда, главами пока, потом ещё полностью её прочту. Ну, по мере необходимости. Да. Зачем читать пранаяму, когда вы её не занимаетесь? Ну, понятно. Да, и... Ну, у меня нет вопросов, я просто хотел поприсутствовать здесь, увидеть вас и попрактиковать вместе вживую. Ну, ладно. Спасибо. Очень приятно, но... Вопрос к вам такой. Всё-таки... Вот если бы вы не наткнулись на мою эту книгу, да, то... К чему бы вы пришли, как вы думаете? То сколько можно было бы, ну, вот, обычно бывает так, когда люди занимаются не очень, зная о чем, то они, допустим, у них есть упорство, допустим, в характере, да, которое потом превращается в упрямство, и человек, ну, как бы до тех пор, пока ему вот здесь уже это не станет, он говорит, пошли вы все с вашей йогой, и всё это обман, и себе уходит, да? Вот, так вот вопрос, как различить? Только на себе проверять методику, пока не поймёшь, что вот в этом расслаблении ключ. Ну, наверное, лежачая медитация какая-нибудь была бы, или там... Ну, у меня, к сожалению, у меня был только один случай за многие годы, когда пришёл молодой парень достаточно, я говорю, почему пришли ко мне? Он говорит, а вы знаете, я, он москвич там, я, говорит, вот, читал книги, наверное, разные год, пытался понять. Значит, да, потом ходил по всем этим, там, учителям, кого там, инструкторам, полгода, и тогда понял, что мне нужно сюда. То есть, ну, он более нормально промониторил, а вот это вот, ну, как Люй приходит заниматься вслепую, вот, я понять не могу, честно говоря. И до сих пор мне это не мог объяснить, потому что, видимо, я тупой. Ну, вот не могу понять, как можно как-то вот поверить, найти где-то что-то там и поверить, и что делать. По-моему, это вот ужасно. Я лично не верил, потому что результата не получил, когда начал заниматься по ингару. Ну, три года мне хватило понять, что, значит, да, ну, если я не, ну, не совсем дурак, если я таковым не считал, значит, что-то непонятно там этой книжке. Надо проанализировать, да, и вот начал разбираться, разборка получилась длина в жизнь, но результат интересный, да. Вот, поэтому, вот, как бы я хотел всем сказать, и вновь присутствующим, да, и, ну, те, кто ходит, уже знают, да, что информация, она вообще такая штука опасная. Если в интернете четочное количество дезинформации, потому что какая задача, все это продать, это ужасно. Со временем мы начинали заниматься, было интересно. Мы учились, там кто-то работал, там, да, и параллельно, но вот так, чтобы. Спасибо. Передавайте, вот, Катерина, по-моему, да? Да, Екатерина. Зачем вам йога? Я занималась, я дилетант, любитель. Да. То есть я занималась. Вопрос, зачем? Какая цель? Что вы хотите от неё получить? Наверное, Ну, я всегда занималась через какое-то усилие, прям вот ходила и через силу. Я так и не полюбила, честно, йогу, да. Человек начинает обедать, обедает через усилие. Да. Ничего себе. То есть я привыкла в детстве, там, в художественной гимнастике, надо на какой-то результат. И после йоги я прям с температурой лежала за следующие дни. Наверное, ну, муж занимается больше увлечён. Я за компанией. Да. Я решила вот попробовать. Уж всё-таки по-другому бывает. В смысле, вы пытка не пытка? Да. Как говорил, Лаврентий Павлович Беря, да? Да. Хорошо, спасибо. Для меня это пытка, да. Здравствуйте, я Владимир. Мы вообще из Белгорода. И в Москве на некоторое время остановились, ну, не знаем на какое, поэтому тоже постараемся походить на ваши занятия. Я тоже занимался по вашей книге и был на вашем семинаре в Харьков. Вы приезжали один раз. Ну, вы, когда же это было? Да, я уже не помню, в каком-то там далёком году. Вот, и у меня было несколько таких заходов, ну, продолжительных в практику. Ну, так как я самостоятельно занимался, я очень, наверное, там всё неправильно делал. И будучи тогда на вашем семинаре, как-то понял, что, наверное, я сильно перенапрягаюсь. И вот я вот с этим расслаблением хочу разобраться и понять, насколько надо расслабляться. Книгу я прочитал вдоль и поперёк, я её могу как-то даже кому-то пересказать. Но практики не хватает. Ну, у нас детство учит напрягаться. Как там, без труда не вытащишь рыбку из пруда, да, и вот напрягаться. А вот расслабляться как-то не учат. У ингар от противного там, помню, когда-то было в 90-е годы. У них ещё была такая система. Вот ты делаешь, а свои ноги нужно прячь сильнее, сильнее. Ещё сильнее. Человек весь в мыле. Когда он уже чувствует, что он сейчас сдохнет, он начинает сочковать. Расслабляться. Вот таким путём. Ну, кто-то успеет расслабиться, кто-то получит травму уже, да. Это как бы, в общем-то, смешно, но не очень. Потому что я помню, когда ингар приезжал туда, и с ним был два секретаря. Берия, который умер недавно, директор Парижского центра йоги. Вот, значит, и Махида, Дхар Маверасинг, сын министра обороны тогдашнего Индии. Вот. И он такой был длинный парень, наполголу выше меня. Как бы, вот они были как тень своего учителя. Вот. Меня поразило больше всего страшный варикоз на ногах. И вот он напрягается. Это же было, обалдеть можно. Ну, понятно, чему-то ведёт, да, и напрягается. И это, да, в общем... Ну, ингар другая история. Он верил, что он пришёл в этот мир. Учител, и он свято в это верил. Поэтому к нему претензий особых нет. Вот. Потому что я его видел, как бы, с ним говорил, и... Он понимал, что у него миссия. Всё, он в это верил. Ну, а когда человек верит, тут бесполезно что-либо. К сожалению. То есть, логика в зону веры не проникает. Никак. Вот. Ну, что я хочу сказать. Что йоге нельзя научить. Ей можно научиться. Ну, это, собственно, своя работа. Но лучше бы, конечно, чтобы была коррекция со стороны. Потому что, представьте, ну вот, самый тупой вариант. Вот вы за колопедию по плаванию выучили, потом вошли в море, в воду. И чего? Там же нюансов. Я не знаю сколько, да? Вот как плыть? Каким стилем? Вам должен кто-то рассказать или показать, да? А тут, когда человек сам занимается, он всегда на что-то наткнётся такое, что не будет ему понятно. Тем более, что йога, она перпендикулярна жизненным опыту, психология йога, да? Она перпендикулярна. То есть, нужно оставить себя в покое и делать вот это. А вот как это сделать? Как будто делаешь не ты. Это очень интересная мысль. Вот. Которая ведёт ко многим открытиям потом, касаемо себя самого, да? Но в это нужно войти правильно. Всё ведёт правильно от захода. Как-то так. Ваши вопросы? Хотелось бы по питанию какие-то общие рекомендации услышать, если они вообще имеют место быть. Ну ладно. Ну что, по питанию. Отталкиваясь от себя, я могу сказать, чего мне надо делать в этом плане. Вот я, например, лет 30, наверное, может, больше ел один раз в сутки, да? Ну, порядка экспериментов. Вот. Потом где-то после 70 лет я понял, что, наверное, не надо. Вот. И нужно, значит, что-то там в обед съедать. Ну, такое лёгенькое, да? Вот. А так, в общем-то, у меня была такая точка зрения. Я думаю, что я, наверное, конечно, не прав. Но, тем не менее, когда я, наверное, количество лет прозаимался йогой, мне как-то всё равно стало там. Что есть? Чего не есть? Ну, правда, изменились, ну, пристрастия, да? То есть, вот, в какой-то момент, давно это было, я понял, что мне не хочется кофе. Хотя я вот так не особо любил, да? Вот. Спиртное. Но я спиртное никогда не любил. И всю жизнь, так сказать, у меня с ним не было проблем. Наоборот, значит, да, были проблемы, как бы, объяснить там друзьям. Типа, что вы, ребята, вот за меня выпейте, я за вас поем, и всё будет хорошо, да? Вот. Но это тоже было очень давно. Ну, вот, в принципе, я и тогда решил так, что если я занимаюсь, практикую нормально, то мне всё равно, что есть, когда, чего, сколько. Вот, значит, да, но мне очень давно уже, ну, не хочется острого, много лет уже. Ну, имею в виду всяких приправ. Вот лук, чеснок, перец, красный, чёрный, да? Всё остальное, все эти приправы, это просто, ну, никак. Вот. Я считаю, что это не нужно. Ну, человек должен учитывать свою конституцию, может быть, свою генетику в некотором роде, да? Свои телосложения, вот, и так далее, и так далее. Вот. И йога ведёт к тому, что у вас меняются вкусы через какое-то время. Просто меняются, и всё. И тогда уже вам это нужно. Чувствую, что это хорошо, а это не нужно. Вот. Ну, особых рекомендаций. По вегетарианству, я не думаю, что в нашем климатическом поясе это приемлемо, да? Потому что средняя температура индийской зимы, она, по-моему, на несколько градусов, значит, выше среди температуры московского лета, да? Вот. Поэтому энергозатраты совершенно другие. Вот. И встречала такие случаи, когда, ну, вегетарианцы, они состоятся тогда, когда они начинают, как бы, переходить на эту диету, где-то там до 16 лет. Тогда ещё организм, он это приемлет, и вот как в Барнард-шоу там, да? И были ещё люди. Известные, которые всюду жить так живут. Вот. А те, кто начинает после 20, там, после 30, это страшное дело. Вот. Я видел много таких случаев. Был один парень, которому сделали операцию. Он вегетариан, стал лет 10. Вот. И он умер просто, потому что у него ничего не срасталось, да? Не восстанавливалась ткань. Операция была полостная. Вот. Были ещё такая семейка интересная. Когда-то давно это было... Были, возникли эко-поселения, так называемые, да? И были на Кольском полуострове. Там была семья. Приехали дедочки и муж, женой, да? Фамилия у них какая-то была странная очень. Взял и вылетел. Не важно. Вот. И девочки, вот они, росли векопоселение. Кушали так, как надо. То есть, ну, как родители решили, да? Вот. И всё. Так, как в книжках написано в умных. Вот. А потом девочкам исполнилось, значит, по очереди, там, 16-18 лет. Вот. А мягечными так и не начались вообще. И потом расчискали, что полное недоразвитие идёт, так сказать, по женской линии. Да, почему? А потому. Что, наверное, затраты такие, а поступление энергии вот такое, да? Вот. Были такие случаи. Вот. В принципе, люди, которые в возрастном возрасте начинают, вот, битрианствовать. Ещё эти веганы, там, когда вообще, ну, как-то дико всё это, да? Вот. Они, как правило, лет через несколько, они выцветают. Становятся, как бы, собственной калькой. Такие бледные, анемичные, да? Ну, в общем. Я встречал людей, ну, таких вот. Человек, занимается йогой, у него, ну, он должен там, не знаю. Он, если он у него, там, он в средних годах, там, до 60 лет, да? И правильно занимается, если у него, он должен физиономия, как фонарь. Хоть прикуривай, да? Это нормально. Вот. А вегетарианцы, они, вот. Поэтому по питанию, ну, конечно, нужно какие-то учесть, ну, собственно, параметры, да? Может быть, не потыкать себе. Вот. И такие вещи, как там жирное, жареное мясо, там, сало, там, да? Вот я, например, наполовину украинец. У меня отец украинец и фамилия, соответственно, отцовская, да? Вот. И вот я никогда это сало не любил, не дыблю. Хотя, говорят, сало это наркотик, там, они говорят, да? У нас. Вот. Но, как бы, это... Ну, как-то так вот. Такие вещи на алкоголе вообще мы не рассматриваем, да? Потому что, если вы выпили, допустим, там, 100 грамм какой-то вина, то, в принципе, значит, где-то через 48 часов, как бы, эффект уходит, да? Вот. От спиртного. Ну, а если крепче еще, то там еще больше нужно перерыв делать. Вот. Ну, это не моя тема. Вот. Потому что я последний раз выпил в 1967 году. Вот. И ничего, живой. Как-то. Меня-то как-то не трогает, да? Вот. Но потом не хочется. Люди отвыкают. Очень интересная такая реакция. Я наблюдал несколько раз тоже. Человек, ну, когда он был здоров, он... Приходят люди, ну, с проблемами, да? Человек был здоров, когда он, значит, потихоньку принимал, ну, там, по праздникам. Вот. А потом какое-то время, пока он занимался йогой, приходил в себя, он забыл про это. А потом, говорит, вот, как бы, был повод, попробовал. Говорит, такой гад. Больше не хочется. Ну, не хочется, и все. Вот. Так что организм, он сам придет к нам, к чему надо. Ну, вот остается, конечно, эта патология. У меня прям патология к жареной картошке. Вот это вот с таких пор. Тут я, мне себя трудно ограничивать. Что если я уже добрался, ну, все мы немножко лошади, как говорил мой друг. Вот, поэтому совершенства полного быть не может. Вот. А так, я говорю, организм потом будет выбирать сам. И количество, и набор продуктов, да? Ну, как-то так. Что, как в песне. Ну, что вам рассказать про Сахалин на острое нормальное погода? Что еще вам рассказать о йоге? Какие вопросы есть? Вопросов нет. Или есть еще? Ну, давайте еще вот. Коллега наш закончил? Да, у вас такое дело. В сутрах, значит, там, где описано исполнение асаны, написано, что, помимо прочего, возможно, сосредоточение на бесконечном. Что это имеется в виду? Как, как, еще раз? Я забыл первую. Там написано, там есть две формулы. Первая, асана есть неподвижная, удобная поза. И при полном снятии напряжения или сосредоточение на бесконечном асана достигается. Вот, вот, или. Да. Так в чем вопрос? Так, ну, опять забыл первую часть. При полном расслаблении или? При полном снятии напряжения. При полном снятии напряжения, это понятно, как бы, об этом много сказано. Или сосредоточение на бесконечном. Или сосредоточение, то есть, или, или, да? Что это за сосредоточение на бесконечном, что имеется в виду? Ну, смотрите, да, вот, если мы берем, например, ну, скажем, увеличительное стекло, да? вот и вот солнце допустим да но сходит пучок фокус не поджигает там что-то можно бумаги выжигать там дерево там зажигать прочее вот а если мы возьмем луч лазера то там параллельно там нет точки схода поэтому но можно освещать луну там ну какая мощность смотря поэтому сосредоточение бесконечным это означает полное рассредоточение вот и все отсутствие фокуса внимания то есть как мы можем дальше допустим вот как че-то кашатхарана да я смотрю пространство перед собой но рисую какую-то точку там в этом пространстве да просто воспринимаете как экран вот небо смотрю на небо если посмотрел на облако опа уже фокус уже напряжение а я смотрю на небо на все сразу значит то есть и моя рассредоточена среда чая сосредоточения это поднимается неправильно у европейцев как правило но на западе значит ну вот сосредоточение или концентрация ну концентрационный лагерь собрали силой и держит на концентрация сосредоточение я прям приложил усилия значит да и вот держу ну это не то это не и говорит рассредоточение значит да с отречением на бесконечность ну как это понять ну поймите двояко как вот вакуум там есть все и в то же время это пустота на так и здесь к этому трудно прийти когда воспринимаете все тело как экран и не отдельного части да или часть вот наблюдаемого пространства целиком да нет когда допустим видишь картинки там до наблюдаешь поток образов то нельзя если попытайся посмотреть вот куда-то все пропадает сразу ты просто смотришь до состояния рассредоточенности чем мы занимаемся в асанах то есть начале конечно выходим вниманием по телу снимаем напряжение тут напряжение тут напряжение тут да потом проходит время значит мы сразу значит можем что делать ну расслабить все тело допустим да сразу встали позу все отпустили и остались на какое-то время вот но вот нет сосредоточения воспринимается все нет сосредоточения нет усилия потом нам не нужно бродить по телу снимать эти там зажимы всякие вот пускай сразу все вот наверно такой смысл другого я я пытался там разобраться с премьерами экспериментированная себе первые 20 лет то в общем я к этому пришел наверно что так оно есть но другого собственно и подтверждение от людей получаешь что рассредоточение наверно так ну тогда у меня два вопроса еще по на эту тему вот допустим мы делаем дриште там да смотрим где-то сосредоточение а потом происходит рассредоточение вот как вот это вот там есть там такая вещь происходит интересная даже когда вот есть привычка вырабатывается автоматизм то чтобы сесть все отпустить там расслабить да все ты делаешь это в состоянии сосредоточения ты это делаешь когда призов перестан что-либо делать как человек просто вот наблюдать за этим пространством как бы то то ты уже ничего не делаешь и там нет ни среди нет усилий ничего нет ты просто смотришь да но есть некое намерение то есть когда что-то делаю я хочу что-то это одно когда намеревая что-то сделать это да да все разница да потом вы поймете когда-нибудь как с этим работать но когда большой уже опыт то есть есть намерение то есть ты как бы можешь сказать себе или подумать там да что хорошо бы чтобы вот так если я позанимался было бы такое состояние да что я расслабил чтобы обо всем забыл там да хорошо бы